всем здорово сегодня как и обещал я покажу печку которая которая отапливаю гараж вот в общем приехал в гараж вот здесь у нас ремонт продолжается вот в общем ребят расскажу я как я вообще пришел к этому у меня значит стояла цель отопить гараж по бюджету то есть самый бюджетный вариант то есть я там и интернет лазил там чего только ничего в общем у меня была бочка вот такая бочка и было принято решение из нее смастерить значит печку сейчас я расскажу какие плюсы у этой печки и какие минусы значит труба значит здесь у меня это из старой вытяжки на самом деле неплохо она не пропускает ничего просто стыкуются как бы как стыковочный в общем то ничего там варил ничего обычная бочка металл наверное полтора миллиметра где-то может быть даже едва нет наверное полтора скорее все значит вырезал болгаркой дверь такую петли прикрутил на болтики болтики здесь гаечка обычные петли были валялись то есть в общем то я на на эту печку то есть не затратил практически ну только труд по деньгам не затратил ни копейки вот а так в целом такая бочка будет стоить примерно рублей 300 в любом строительном магазине для поддувала здесь уже есть отверстие то есть мне ничего не надо было тут сверлить ничего единственное что я сделал покажу значит там у меня лежит тут самой печки вот такая вот плита тоже металлическая для чего она она значит у меня сделано как решето для того чтобы вот она лежит сейчас я покажу вот такая же вот здесь значит после последний тут вот она может видно не видно для того чтобы воздух сюда проходил и значит ну была тяга то есть вот проходит через отверстие просверленное в этой плите соответственно поступал кислород для горения так как если просто именно самой бочки дрова положить то есть не будет никакой тяги будет будет дымить во первых помещение и не получится ничего вот то есть такая вот у меня печка какие ее плюсы плюсы у нее в том что можно большого объема то есть длины туда кидать дрова то есть можно там не так не такие пилить там сантиметров там знаю по 40 там а можно блин вот сколько сантиметров наверно метр точно тут есть в ней даже больше наверное метр 10 метр двадцать наверно так где-то в ней в этой бочке вот ну и еще очень большой плюс это соответственно дешевизна потому что ну насколько я там смотрел какие можно там буржуки там во первых из допустим баллона там делать туда нужно дровишки не знаю по 20 сантиметров кидать неудобно здесь во первых объем большой загрузил так брюнишку туда закинул она горит долго как бы и тепло держит долго вот какие еще плюсы ну я думаю дешевизна и просто так как бы в изготовлении тоже очень большой плюс минусы отмечу знаете какие единственное что как бы я вообще минусы не заметил единственное мне нужно будет наверное ее перенести в тот угол и значит трубопровод протянуть ну то есть вдоль стены это еще это еще лучше будет отдавать тепло то есть тепло получается здесь немного трубопроводом выходит и как бы ну тепло соответственно по большому счету вылетает вот если сделать протянуть от того угла до этого угла уже будет лучше намного поэтому как бы еще я бы добавил сюда теплоотдачу то есть какую тут какую-то плиту ну то есть железную до толщиной какой-то ну именно широкий широкий какой-то профиль чтобы был у плиты чтобы была теплоотдача хорошая потому что этот металл тонкий соответственно теплоотдача у него не такая хорошая он быстро как бы остывает а если будет но это своего рода радиатор который будет отдавать тепло таким ну вот как бы такая такая печка она я считаю сделать может любой каждый как бы собственно говоря место она особо не занимает в углу тут я расположил закрепил в общем-то и никак не закреплял у меня вот здесь был такой наш бордюр я просто подсунул туда и все ну как-то как-то вот так потолка у меня нет конечно сейчас еще и не подшивал его но когда у меня была такая крыша с толком не сесть и подшитым я кидал мне не знаю там 5 килограмм дров закидывал куда разжигал и теплоотдача тут вообще была жара просто он такое помещение ну очень даже более чем хорошо если так что так вот в общем то пацаны кто кому надо пользуйтесь лайфхаком таким вот ну бочка естественно конечно тоненькая там тот может кто-то скажет там прогорит не прогорит ну вот я уже топлю там уже день на второй третий год это уже это третий год уже пошел ну еще конечно это бочка она старинная ну как старая бочка то есть она не на каких на годов я естественно не новых покупал может быть если если новую взять там какую-то которая там сейчас данный момент продают да может быть они там не будут прогорать и не знаю то что металл соответственно сейчас не такой как раньше был ну я скажу вот если вот судить по двери я считаю металл как бы нормальный вот и вот она мятая может сказать ты типа она вот уже типа повелась нет это она была такая ребята так что вот эти вмятины они как бы так они и были ну в общем я вот на нее становлюсь она даже как бы не прогибается вот то есть я по ней постоянно что-то надо в гараже там делать я крышу когда перекрывал вот я по ней лазил и как бы но вообще она как бы не прогибать то есть ну металл такой крепенький вот не оцинковка конечно вот допустим как вот это да такая сесть не пойдет она прогорит а это как бы металл такой более или менее толстенький так что такие вот дела стеночку штукатуре а здесь слойчик положил блин треснул немножечко ну еще вот так что дела идут потихонечку такие вот дела сами ну все всем спасибо за просмотр и пока пацаны